Здравствуйте! Мы сегодня будем говорить с вами об утренней весты. Ну, точнее, не совсем об утренней весты, а о вечере, который предшествует этому утру. Вот согласитесь, что при волнении молодожены заснут, ну, не раньше двух-трех часов ночи, а иногда даже не засыпают вовсе. И вот, когда молодожены засыпают в это время, вместе с ними в квартире засыпают все, кто в этой квартире находится. Бабушка из Сыктывкара, родственники, которые приезжают издалека, их селить негде, родители, иногда даже домашние животные, некоторые друзья. А, ну, преимущественно, мы живем не во дворцах. Это двух-трехкомнатная квартира в идеале, и сейчас невеста, будущая невеста, готовясь стать женой, будет засыпать вот во всем этом удовольствии. Первый совет, который хочется дать, друзья, разделитесь. Разделитесь. Причем разделитесь не друг с другом, не с молодоженами, а разделитесь все-таки с родителями и родственниками. Ну, если вы живете уже на протяжении нескольких лет вместе, наверное, глупо разъезжаться по разным сторонам города, и потом жених будет торжественно забирать свою невесту, выкупать, как это называется. Попробуйте сделать так, чтобы родители и родственники были в этот день достаточно далеко от вас. Дайте им возможность вас поздравить на самом торжестве, потому что родители вас очень любят, и сейчас те советы, которые они не дадали вам за всю жизнь, они их просто будут додавать. Вы достаточно серьезно волнуюсь. Кстати, кто на свадьбе волнуется больше всех? Никогда не задумывались? Папа невесты. И вот если сейчас папе невесты сказать, что ему в начале торжества нужно будет станцевать джигу-дрыгу на голове, он это с удовольствием сделает. Причем он не задумывается на тему того, что это глупо. Просто при внешнем спокойствии он внутренне очень напряжен. Если папа невесты сейчас не расслабится и ему не создать условия для того, чтобы он получил от свадьбы какое-то удовольствие, поверьте, ему будет сложно. Вот как бы это не банально звучало, выспитесь. Вы будете на ногах на протяжении долгого времени. Если вы проснетесь в половину шестого утра, а свадебное торжество закончится после 12 часов ночи, просто посчитайте, какое количество времени вы будете на ногах. Для того, чтобы человеку выспаться, ему нужно хотя бы 6 часов. Следующий момент, о котором стоит сказать. Если вдруг вы живете не во дворце и ваша квартира последний раз ремонтировалась достаточно давно и вы понимаете, что это не идеал ремонта, просто снимите номер в гостинице. Преимущественно номера в гостинице снимаются сразу после того, как свадьба заканчивается. Но вас там никто не увидит и свадебное утро будет сниматься не там. Ну, если, конечно, вы сами не захотите, чтобы вас увидели. Так вот, для того, чтобы картинка при создании свадебного дня и утро невесты была красивая, просто снимите номер в гостинице. Это не дороже 5000. Но при этом, при всем, ваши дети, когда будут смотреть свадебный альбом, будут понимать, что свадьба их родителей была в красивом месте. Просто создайте условия для того, чтобы вам было комфортно. Три позиции. Первое. Разделитесь с родителями и родственниками. Выспитесь и снимите номер в гостинице.